Всем привет, друзья! Это Закупач, а это Герои в масках. Возможно, если вы смотрите это видео, то это у вас любимый мультсериал. Кстати, мультик реально норм. Я, правда, его особо не смотрю. Ну, как бы я видел, что дочка смотрит, поэтому знаю героев, но не знаю там подробностей. Скажу сразу, для России специально на эти пакетики, видите, вот эти сами пакетики, их делает Hasbro, ну вот эти коробочки. Здесь ничего по-русски не написано, но есть вот такая приклейка. То есть это в магазине где-то, в детском мире в частности, приклеили вот такую штуку на упаковку уже в России. И здесь написано, типа, школа супергероев, сканируйте QR-код, там регистрируйтесь, участвуйте в конкурсах. Но этот QR-код не работает, возможно, Россию забанили, возможно, просто акция кончилась. Короче, акций этой нету. То есть вот эта бумажка вам не нужна. Никаких дополненных реальностей, никаких мобильных приложений, ничего нету. Но все, что мы можем довольствоваться, это персонаж и сюрпризик для него. Вот, два сюрприза внутри. Давайте посмотрим, купил эту штуку в детском мире по акции за 350 рублей. На старте продаж эта штука, по-моему, стоила 550. Ну, короче, раньше стоила дорого, сейчас подешевле. Но все равно дороговато. Вот, ну, примерно там 400 рублей стоит вот такая коробочка с сюрпризом. Вот. Оп, ставьте лайк, поддержите канал, монетизации нету. А все-таки вот вышло уже это достаточно дорого, три коробки купить. Поэтому меня радуют только ваши лайки и комментарии про вашего любимого персонажа. Напишите в комментариях ваш любимый персонаж и почему он ваш любимый. Так, давайте сначала аксессуар, попробуем угадать, кто же там внутри. Аксессуар бананы. А кто у нас любил бананы? Там что, гориллы, что ли? Там что, гориллы внутри? Да, слушай, это бананы, которые можно держать в руке. А может быть там, не знаю. Это гориллы! А кто это? А кто это? Я даже не видел такого персонажа. Это новые какие-то супергерои в масках? Я такого не видел. То есть это вот такая обезьяна. У него на шарнире. Вау! У него на шарнире голова, то есть голова супер-мега подвижная. Руки тоже на шарнирах. То есть не шарниры, но, короче, они действуют. Они в плечах двигаются как угодно. И он может сидеть. Вот так. Можно посадить, можно встать. И, конечно же, надо в ручку ему дать банан. Опа! И вот так он держит бананы. Я банан. Я, я... А, и хвостик у него есть. А хвостик двигается? Не, хвост не двигается. Хвост статичный. Это что, девочка? У него два хвостика. Возможно, это мальчик с двумя хвостиками. Возможно, это девочка. Выглядит вообще суперски. Слушай, а он такой, знаете, полупрозрачный пластик. Очень, очень качественная игрушка. По-моему, щенячий патруль некоторые сюрпризы стоили практически так же. Но они были хуже по качеству. Вот здесь прям реально хорошо. Единственное, где посмотреть всю коллекцию? Никакой этой коллекционной бумажки. Может, там кто-то редкий есть. Возможно, это специально в России вынули эти коллекционные бумажки, чтобы там, типа, на русском... А, во, вот здесь есть. Слушай, а почему там не было? Здесь есть коллекционная бумажка. А почему там не было? Так, ну-ка, сейчас посмотрю. Да. Здесь не было. А в этой есть. Возможно, кто-то вытащил. Тихоря. Так, ну тут, наверное, инструкция по безопасности, типа, эта самая. Не газуйте, пацаны. Не гоняйте, пацаны. Здесь написано. Так, здесь коллекционная бумажка. Вот это, вот это то, что надо. Вау. Тут даже есть игра. То есть, найди правильный выход для каждого из персонажей. То есть, каждый персонаж, у него уже своя машинка. И вот нужно для гекок зеленый, там, для совы красный, для кота синий. Я просто забыл, как их зовут. Вот родители написано. Ру родители. Десять в коллекции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, десять персонажей. Никакой редкости здесь нету. То есть, они как бы все одинаковые. Нам выпала первая Манки Гу. Манки Гу. Или Гу. Странно. Кого бы мне хотелось найти? Я бы хотел себе Гекка, вот этого. Потом бы Кэтбоя. Ниндзя Найт прикольный. У него еще на голове такая штука. И Пиджи Робот тоже нормальный. Ну, давайте посмотрим, кто же нам выпадет прямо сейчас. Что, сначала аксессуар. Вау, у меня сразу же выпадает Гекко. Слушай, по-моему, у меня такой Гекко уже был. Я, столь, фамилии их покупал по распродаже. Или кто-то мне его присылал. Мне кажется, это повторка. Мне кажется, у меня где-то такой должен быть. Он, опять же, прям вообще отличный. Единственное отличие от первой фигурки. Смотрите, здесь голова не на шарнире. Там голова могла наклоняться как угодно. А здесь он может только качать ее и все. То есть, голова не на шарнире. Руки, да, очень подвижные. И ноги просто может... Ноги вообще залипли. А в чем проблема? Ноги не двигаются, ребят. Ноги залипли. Зато хвостик двигается. Да, да, хвостик можно и вверх, и вниз, как угодно. Но ноги не двигаются. Странно. Странно. Какая-то бракованная фигурка мне попалась, как обычно. Давайте ставим ему щит в руку. Щит, просто щит. Можно, наверное, одеть его вот так ему. Смотрите. Получится, как у него, типа, панцирь. Видите, можно вот так его одеть. А можно дать ему именно в руку. Только вот так. И он, типа, будет его держать и защищаться. То есть, вот так он его держит. Ну, что-то я особо недоволен. Недоволен то, что у него ноги не двигаются. Как-то это очень странно. Печально. И печально то, что редких персонажей нет. Ну, хотя бы, может, повторок не будет. Здесь, по идее, надписи какие-то есть. Какие-то коды. Видите, вот. 11891. Вот, к примеру. Я выбирал в магазине, в детском мире, чтобы эти коды не повторялись. Поэтому, по идее, не должно. Но как понять, какой номер за что отвечает? 1181. По идее, если написано 81, то это или должен быть первый, Ромео, или 81, это должен быть восьмой. То есть, опять повторка должна быть. Гека. Короче, там или Ромео, или Гека, или моя теория про число вообще никуда не годится. Так, здесь, опять же, коллекционная бумажка. Инструкция по безопасности. Нет, там что-то другое. Наверное, это Ромео всё-таки. Наверное, моя теория верна. Да, слушайте, моя теория, походу, верна. То есть, последняя цифра, это тот, кто... Давайте посмотрим на прошлых пачках. Подождите. Так. Здесь у нас был номер 11761. То есть, один, тоже один. Тоже Ромео должен был быть. Нет, значит, теория не работает. Или семь. А кто у нас под номером каким? У нас под номером шесть есть и под номером восемь. Тут таких номеров вообще нету. Так что нет, теория не работает. Просто я как-то на ментальном уровне догадался, где крутая фигурка. Вау! Ромео прекрасен. У меня, кстати, есть друг Рома. Рома, привет. Ему называемого Ромео всегда. Ну, раньше называли. Ну, когда мы там жили в деревне. Так, смотрите, у него крутится голова. Да, у него такой весёлый вид, кстати. Он выглядит реально прикольно. У него очень подвижные руки. То есть, видите, вы можете их там передвигать как хотите. Он может махать. Может махаться. Может делать всё, что угодно. И он может сидеть. У него типа юбка такая, видите. Вот у него ножки двигаются. У него всё хорошо. И даём ему в руку вот этот гаджет. А как он его должен держать? Что это такое? Это какой-то пульт управления, да? Это какой-то пульт управления. Наверное, он просто его держит за краешек вот так. Да. О! Типа у него пульт управления от какой-то машины апокалипсиса. Это хозяин... Это этот. Он сделал Франкенштейна. В общем, это злодей. У нас получается... Вот это герой точно Гекка. Вот это я не знаю. Герой он из злодея, ребят, напишите. И злодей. Вот. Вот кто вам из этих трёх понравился больше всего? Первое место, наверное, я отдам злодею. Ромарио вообще красавчик. Ромео. Ромео. Второе место вот эта обезьянка. Мне понравилось. И третье место Гекка. Просто потому что у него ноги не двигаются. Хотя, на самом деле, фигурка нормасная. Мне кажется, откуда-то он выпадал. Возможно, была первая серия коллекции фигурок. У меня он был. А возможно, нет. Возможно, мне кто-то из подписчиков его прислал. Вот такие герои в масках. Фигурки хорошие. Стоит ли это 400 рублей? Ребят, напишите в комментариях. Вы бы отдали 400 рублей за одну такую фигурку. В коллекцию пойдёт? Я бы собрал себе полную коллекцию, но слишком это дорого. А так как просмотров сейчас нету. О, если хотите помочь развитию канала, чтобы у меня было больше дохода, чтобы я мог покупать игрушки дорогие, потому что сейчас такой возможности нету, подпишитесь на мой Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзен есть монетизация. Там хоть тысяч десять в месяц я зарабатываю. Вот. Хотя бы вот буду десять тысяч игрушки покупать на десять тысяч. Так что подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки. С вами был Закупач. Всем пока. До новых встреч.